Нет, кальций вымывают. Вы помните об этом, да? Периодически я буду вам какие-то давать моменты, но они все время будут про вас и здоровье. Сегодня просьба как-то сумочки так поставить, потому что мы будем с вами работать, мы будем вставать. У нас сегодня будет совместная работа. И я очень рада вам всем сказать сегодня добрый вечер. Приятный добрый вечер. Я очень рада, что мы начинаем очередные наши встречи. Как бы уже закончились интернет-встречи, начинается живое общение. И то, что у нас с этой замечательной темой, мне тоже очень приятно. То есть, наконец-то, 22 года мы с вами все время компания «Ивосант» декларировала наше основное направление – профилактика. То есть, когда мы с вами заботимся о здоровье. 22 года. И вот, наконец-то, пришел замечательный, удивительный коронавирус, возрастный коронавирус, который предоставил нам самую лучшую возможность практически это доказать. Потому что мы так долго, скромно говорим о том, что это все работает. И понадобилось всего лишь каких-то, что называется, два с половиной месяца, чтобы абсолютно доказать полную состоятельность направления профилактики. И полную, как я бы сказала, понимаете, вот ту миссию, которую мы с вами давно начали, именно с компанией «Ивосант» – здоровье и благополучие. Это очень важно. И еще такой момент мы с вами сейчас немножко это разберем. Вот как бы она еще, может быть, не закончилась первая волна. Мы говорим о второй волне, хочу вам сказать. Возможно, придет третий, четвертый и так далее, и так далее. Мир многообразен. И никто не отменяет, что завтра еще что-то мы с вами откроем. Потому что все, что мы сегодня с вами нашли, это, как сказать, мы расширили предел возможности нашего исследования. Вам все понятно, да? Где-то еще есть какие-то неизведанные, что называется, вещи, которые мы будем открывать. Но из всего мы должны с вами найти все то, что положительное. Для меня именно положительно, как и врача, я понимаю, который занимается сейчас в «Ивосант» что этот период, он для нас подтвердил абсолютно ту зону, которую мы сейчас занимаем. И, естественно, сейчас подхватывает классическое медицинское. Та самая зона профилактика. И именно, я бы сказала, образованность населения. Это очень важно. Это вплоть даже до того, что мы с вами обсуждаем о том, что надо мыть руки. Вас это не касается, вы это давно узнали. Но, наверное, кто-то когда-то, два месяца назад, об этом услышал первый раз. Итак, друзья мои, компания «Ивосант» 22 года говорила о профилактике. А сегодня в свете наших последующих всех событий и ожиданий я хочу рассказать о том, что существует профилактика первичная, вторичная и третичная. Кто-то об этом уже знает, кто-то не знает. Первичная профилактика складывается из того, что мы с вами занимаемся. Это все наши меры, это вся наша защита, чтобы не заболеть. Скажите, пожалуйста, за этот промежуток времени кто из этой аудитории, мы, конечно, говорим все там же о периоде ковида, кто из вас не заболел? Есть такие? Поздравляю вас, поздравляю. Стоять два года. Стоять два года, чем у вас есть. У меня у нас стоит пока что-нибудь сказать, что вы молодцы. Значит, в первичной профилактике, когда мы с вами говорим, у нас с вами работает «Ивосант»? Работает. Работает. Причем, наверное, работает на первом месте. Это тот самый период, когда мы не пользуемся с вами химическими препаратами, но можем добежать. Согласна? У нас с вами есть следующий вариант. У нас есть вторичная профилактика. Вторичная профилактика. Спрашите мне, пожалуйста, это замечательная группа, кто не болел. Кто-то мог заболеть? Есть кто переболел из вас? Но, тем не менее, я могу вам сказать, вторичная профилактика именно это тот претендент, который заболел. И это те люди. Вторично заключается в том, что мы максимально с вами создали те условия и те мирозащиты, чтобы перенести это все в легкую форму. Вторичная профилактика – перевоз заболеваний в легкую форму. Понятно, да? Скажите, пожалуйста, если мы говорим, что 85% – это статистика людей, которые перенесли именно эту инфекцию – самостоятельно выздоровели. Во-первых, 85%. Давайте скажем, это достаточно много, правильно? Просто соблюдая санопит-режим, они лежали дома, как сказать, именно пили воду, соблюдали такие. О, общий распорядок, что называется сегодня. 85% выздоровели. Как вы думаете, значит, все-таки есть не специфический иммунитет на эту ситуацию? Если 85% выздоравливает. Давайте еще. Вы сегодня будете много думать, я буду задавать вопросы. Из 100 человек, 85%, которые заболели, выздоровели самостоятельно. Без вакцинации, без химических препаратов. Но, безусловно, если мы использовали с вами, а кто-то и не использовал, просто было, что называется, собственный здоровый образ жизни. 85% выздоравливает. Вы можем здесь говорить о том, что здесь работает при вас сам? Конечно. Скажите, пожалуйста, теперь, когда мы ожидаем, кто-то, я, например, не ожидаю, мы с вами говорим, что может быть вторая волна. Вторая волна может развиваться по сценарию первичной профилактики, мы можем не заболеть своим, безусловно. Но все бывает, да, допустим, да, и я могу заболеть, да, но я сделаю все для того, чтобы это перенести и привести во вторичную профилактику. То есть перенести это в легкой форме. Как и любой, чтобы вы понимали, мы не говорим, что вибасан и никогда вы не болеете. Мы говорим просто о том, что вибасан помогает вам это перенести в легкой форме или без осложнений. Согласны, да? И у нас с вами есть третийственная профилактика. Профилактика. Это тот самый серьезный вопрос, когда 85% у нас с вами заболели и выстрелили. А вот 15% это те самые пациенты, которые перешли в тяжелую форму, из которых, к сожалению, 6% это статистика, не смогли справиться с этой инфекцией. И, к сожалению, мы говорим о тяжелых случаях летального исхода. Так вот, именно третичная профилактика, она заключается в том, чтобы тяжелые случаи заболевания все-таки перевести и сохранить жизнеспособность данного организма. То есть, третичная профилактика, это как раз тот самый вариант, когда я пришла вибасан, была такая очень схожая фраза. Обратиться к врачу за 30 минут до болезни или обратиться к врачу за 5 минут до смерти. Давайте вдумаемся в это. Как вы понимаете, это совершенно разные ситуации, совершенно разный уровень уже пациента, и, как вы понимаете, разные возможности врача помочь, как и прогноз. И здесь мы сразу должны с вами понимать, когда я говорила, что мы работаем с вами на подтверждение. То есть, у нас с вами, мы переходим к практике. С 2012 года мы с вами работаем на биопульсаре. Кто у вас работает на биопульсаре? Замечательно. А кто у вас прошел исследование на биопульсаре? Отлично. Вот, мне это очень нравится. Почему? Потому что именно биопульсар, и когда он впервые к нам пришел, он не очень был понятен, почему. Потому что он показывает потенциал, ресурс организма до того, как произошла уже материализованная форма заболевания. То есть, мы с вами на биопульсаре где-то могли балансировать здесь. Но это было очень сложно, даже я, когда начинала. Мы видим по биопульсару склонность к гипертонии, возможно, к инфарктам, понимаете. Исследованные говорят, у меня этого нет, и ему это неубедительно. Но проходит 3-4 дня, и это все подтверждается. Так вот, сегодня, как никогда, вот это именно направление вибосан, как по продуктам, как по мерам диагностики, оно как раз и позволяет нам с нами оставаться вот в этом диапазоне. Либо мы с вами здоровы, либо мы с вами заболели. Да, мы согласились, но мы это самостоятельно переводим в легкую форму. Скажите, пожалуйста, здесь у нас идет вибосан, здесь идет вибосан. Когда мы говорим уже атретично-профилактик, как правило, это уже реанимация, если говорить по этой ситуации, это идет искусственная вентиляция, легкий. Как вы думаете, здесь будет участвовать вибосан? Нет. Это тяжелый больной, он находится в больнице, он находится в реанимации. И именно здесь, называется, та граница, да, когда определяется, куда, насколько ему хватает его жизненных сил. Поэтому 6%, к сожалению, печальный случай. А вот после того, как мы с вами все-таки получили результат на выздоровление, у нас с вами возникает следующий период, который называется реабилитация. И вот сегодняшняя именно инфекция, она о чем говорит? То, что после перенесенной инфекции возникает длительное остаточное явление в легких, которые склонны к такому постепенному фиброзному изменению легких. Это нарастает, это крайне неприятная ситуация. Причем, если раньше она была такая, ну, какая-то экзотическая, действительно, я в своем жизни очень редко встречала, когда было заболевание, именно вот этого медно прогрессирующего фиброза легких. Крайне редко встречала. Только сейчас нам понятно, что, видимо, когда-то была перенесена где-то подобная форма инфекции. Сейчас мы стоим перед этим, и если мы понимаем, что у нас возникают вот эти осложнения, то это, говорит, по длительной, по длительной реабилитации. И как вы думаете, здесь, на момент вот этой реабилитации, у нас с вами будет ли вас сам работать? Причем, я думаю, сейчас с вами сегодня ушли от теории, которые говорили, это сейчас идет абсолютная практика. Тем более, когда мы говорим про вивасан, это не только вот этот ряд всех успешных продуктов, это наш с вами образ жизни, это дисциплина, понимаете? Это, как он говорит, это уже совершенно другое, другой подход к тому, как я живу, как я ем, как я люблю воду, как я общаюсь. Это совсем все по-другому. Поэтому, скажите мне, пожалуйста, при наличии вашего состояния, именно в первичной профилактике, можно в один день оказаться вот в этой группе? Нет, в один день нет. Правильно, правильно. Совершенно верно. Это о чем говорит? Это говорит о колоссальных возможностях нашего организма. Это долго терпящая система, она терпит, 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 терпит. И если мы с вами на биопульсарии, и вам, ваши, у вас отличные специалисты, и они говорят, обратите на это внимание, то прислушайтесь к этому. Не ждите, когда грянет гром, и когда, что называется, с 15 процентов, мы должны доставать вас еще из этих 6 процентов. Это не происходит в один день. Колоссальная система защиты у организма просто доказательна сейчас. И мы должны это с вами знать. Поэтому я бы хотела сейчас обратиться к этому листочку, потому что мы работали предыдущие. Вот этот промежуток, который нам был дан два с половиной месяца, самоизоляция, он все-таки, знаете, как сказать, раз в 100 лет человечеству даются какие-то испытания. Ну, как правило, это войны, которые перестраивают, которые, да. Мы с вами, никто не сидел в окопах, никто не получал писем с похоронкой, никто не голодал, среди кого нету разрушенных домов. Но, тем не менее, согласитесь, перестройка, какие-то внутренние изменения у всех произошли. И произошла какая-то самооценка. Мне бы хотелось узнать, есть ли что-то такое на сегодняшний момент, чтобы четко какая-то ясность у вас возникла вот за этот период. Ну, прямо, пойдем, вот, молодая девушка у нас. Здравствуйте. Вас как зовут? Дарья. Дашенька, вы скажите, пожалуйста, вот этот период, он дал вам какую-то ясность? Про что он был для вас? Ну, я как-то особо не ощутила. Я работала, у меня изоляции не было. Вы в какой системе работали? У меня в нашей общей. То есть, как у нас? У нас не было. То есть, для этого не было. Скажите, пожалуйста, тема здоровья для вас актуальна? Да. Вы вебасаник? Да. Да, что вы ходили на работу, это все-таки как бы окружающиеся. Что-то вы принимали из вебасана, что вы не заболели? Сразу вопрос. Даша, военнослужащий, у нее по долгу службы нет самоизоляции. То есть, она немножко в группе риска, да, по контакту. Ну, маску вы носили, перчатки, скорее всего, это односный болеван. Что вы делали для того, чтобы не заболеть? Арбидол. Арбидол. Но вы вебасанлились. Сколько лет как вебасанлились? Совсем недавно. Хорошо. Помог арбидол? Ну, судя по всему, хорошо. Следующий момент. Вот этот период вы прожили. Какие у вас появились? Я хочу вам сказать, вы сейчас, мы будем все работать. Вы же пришли как? На лекцию, и я тут буду вам рассказать. Ничего не получится. Мы сегодня работаем вместе. Даю вам свою подсказку, свое откровение. За период самоизоляции я поняла первый момент. Первая ценность, которая есть однозначно для нас, для всех, это здоровье. Причем, как никогда, я была счастлива не только, чтобы были счастливы, здоровы мои родственники и близкие, я была, и я очень хотела, чтобы были здоровы мои соседи, как и мои соседи, очень хотели, чтобы я была здоровой. Первый раз возникло такое замечательное желание всем здоровья. Если у вас какое-то было другое, я думаю, что вы это самое. Здоровье всем. Даже сегодня, согласитесь, у всех есть желание, чтобы мы все пришли сюда здоровье и ушли отсюда здоровье. Отсюда сразу вопрос, что вы сделаете, когда вы вернете после нашей замечательной лекции? Вы обязательно выпейте дома 5 или 7 капель косточки. Почему? Потому что вы находились в определенном помещении, мы не совсем здесь выдерживаем правила, да, именно с концентрированным воздухом, и для того, чтобы себя обезопасить, мы с вами выпьем экстракт репутовый косточек. О ней мы поговорим попозже. Второй момент. Вы все, прежде чем пришли, помыли руки. Правильно? Помимо того, что вы помыли руки, компания Ивасанов полагает вот такой именно гель-осептик. Если у вас его нету, возьмите там совершенно такая небольшая цена и очень удобная вещь. Очень. В сумочке должна быть. Это гораздо лучше, чем мы с вами носим барышки. У нас единственное, что мне понравилось в Петербурге, там Можаевская Академия военная космическая. Но мальчишки такие, конечно, их заставляют они хоть маска, но хлопчаток бумажных белых в этих самых перчатках, такие вот деньги. Итак, чтобы не всем носить приводящие к диатезам и ксориозам, перчатки мы с вами можем использовать. А сегодня я вас попросила, чтобы вы пили воду. Почему я об этом расскажу? А более того, так как у нас с вами чуть больше аудитории, чем предыдущие, я вам всем посоветую, что сделаю сама использую спрей Мамма-Мия. Сейчас я вам отдаю. Каждый из вас наносит на себя и тем самым мы с вами профилактируем возможные, возможно, может быть, именно инфицирование. Почему не обязательно коронавирусом? Каждый из вас, мы это обсудим, пришел со своей инфекцией. И на выдохе вы счастливы делитесь этим. На выдохе все, что можно. Поэтому, чтобы мы с вами, наш иммунитет, пережил эту нагрузку, вы сейчас, пожалуйста, с вас начнем и попробуем. Здесь поза. Почему? Потому что наша сегодняшняя тема это называется «Безопасная осень». А безопасная осень, что мы осенью ждем, вторую волну. А вообще мы осенью не ждем, а мы знаем, что у нас существует с вами респиратура заболевания, которые имеют характерные периоды времени это весна и осень. Так, кто со мной хочет поделиться, какая еще ценность, что ясно стало для жизни вот за эти два месяца? Что вот у вас? чтобы мои лица были счастливы рядом. А счастливы? Чтобы были рядом. Чтобы были рядом. То есть, как бы возник страх потери или того, что не есть. Он ощутил считаться, потому что вокруг происходило старше. Угу. Угу. Так, скажите, пожалуйста, сейчас у вас сохраняется этот страх? Нет. Нет. Каким образом вы его решили? Что дает вам уверенность, что все будет хорошо? Я все это следовала первичной профилактике и за счет этого моя уверенность возрождалась. Как вас зовут? Наташа. Наташа, сколько лет вы вивасане? Уже почти три. Угу. Ой, это очень хорошо. Потому что я вывела такую статистику. Вивасанусы, которые находятся, именно пользуются регулярно и уже как бы погрузились в эту тему от пяти до восьми лет, да, то есть в этой теме образ жизни, практически никто вот здесь вот нет, да, здесь тоже нет, а получается большей частью либо не заболели, если заболели, то в легкой форме. Вот чтобы это подтвердить, еще раз говорю, из нашей аудитории, но обычно аудитория всегда активная, это все, из нашей аудитории еще раз поднимите руку, кто не болел в этот промежуток времени. Вот посмотрите, кто в легкой форме переболел, да, поэтому я вас поздравляю, это лекция исключительно для вас, мне так нравится, да, потому что вы уже все это знаете, поэтому, чем дольше мы с вами в Ивасане, тем больше мы приобретаем навыки, но мы с вами не только приобретаем навыки, но мы еще конструируем и с вами по-новому делаем и возрастает наш с вами иммунитет, как знанием, так и с нашими действиями, поэтому продолжим дальше, когда мы говорим о коронавирусе, вы должны представлять, что сам по себе углубляться не буду, она уже везде расписана, но это своего рода такой генный паразит, вообще это полуживое существо, там небольшие нити РНК, самое главное, что сам по себе он живет в летучей мыши, и летучая мышь это такая клавиша очень большого сбора очень таких вот тяжелых патогенных микроорганизмов, бактерий, это такое своего рода, я бы сказала, такая вот именно клоака, и вам сразу задается вопрос, если коронавирус как таковой, его основная всегда обитание все-таки вот, скажем так, вот в такой среде с большой болезнетворной микробной флорой, что такое могло произойти с человеком, что он стал жить, почему условия в человеке были для него созданы, он летел мимо, услышьте меня, он это самое, вот это сегодня была такая интересная ассоциация, я могу вам сказать, муха летит, куда муха прилетит, она прилетит на определенное место, она пропустит цветочек, она пропустит, она прилетит туда, пчелка куда полетит, на цветочек, кто-нибудь видел вот именно муку на цветущем ягвом саду, не видел, я могу вам сказать, и я не видела, пчелку видели, на гнилом ягву, а? на гнилом, умница, а теперь давайте ту же самую ассоциацию, послушайте, очень внимательно послушайте, сам по себе разновидность именно на этот экспираторный кейс, коронавирус, его основная среда обитания, где он жил, и здравствуй, у него был там праздник, пир, да, это была летучая мышь с полным набором, что называется, самая отвратительная микрофлора, с полным набором удобрения. Скажите мне, пожалуйста, какие у вас ассоциации, почему прилетая мимо человека, он все-таки на него сел? Значит, у нас с вами были созданы определенные условия, на которых он стал развиваться. Услышьте меня, коронавирус вообще не собирался с нами дружить, он летел там, где он хотел жить, и поэтому мы с вами понимаем, когда мы говорим о первичной профилактике, это говорит о том, что не создавайте в себе условия летучей мыши, и пролетит все мимо. Второй момент, вторичная профилактика случилась, но за счет чего мы с вами говорим о выздоровлении, что есть такое в нашем организме? О чем мы говорим? Защита, это наш с вами иммунитет. Значит, в данном случае мы максимально поднимаем наш иммунитет, правильно, и который создает невыносимые условия, да, и мы начинаем выздоравливать. А когда мы говорим вот об этой достаточно трагической услуги, хочу сразу сказать, будьте здоровы, то, что те люди, которые ушли, это тяжелейшая эмоциональная потеря, и это как-то безусловно всем сострадание. Но я сегодня как врач, как ибосанность, мы с вами рассказываем про статистику, и вот когда мы говорим про эти 6%, о чем это говорит? Это, как правило, здесь в анамнезе сахарный диабет, если вы вспоминаете, да, здесь у нас с вами сердечно-сосудистая патология, здесь тяжелейший метаболический синдром, который означает ожирение, здесь у нас с вами хронический калий, то есть в данном случае человек капал последние 3 дня, здесь может быть именно почки и так далее, и так далее. Чувствуете, какой набор? Ну за шлаковка, да, молодец. Молодец. Почему не стариковок так поражается? Потому что вот именно шлаковка. Правильно. Вот вы чувствуете? И вы вот прямо истинно. Все, молодец. Правильно. Отсюда стоит вопрос, как я живу, да? Можно и в 65 лет, а я так вижу по аудитории не все в 20, да, есть как бы и 20+, но тем не менее, все здоровы, да? И в то же самое время и в 30 лет. Вы сегодня поднимаете уникальную, я могу сказать, прямо девиз компании Вивасан. Возраст – это не диагноз. Возраст – это качество жизни. И мы с вами за эти 2 месяца все сдали диагноз, и все сдали, я бы сказала, экзамен. Как я, как я жил до этого? Причем здесь, как я жил со стороны здоровья, о чем мы с вами поговорим? А вторая тема, которую, допустим, мне тоже показалось сегодня актуально, это был момент именно финансовой, финансовая подушка. Ведь это тоже оказалось проблемой. Почему, когда все произошло, и у некоторых людей не оказалось возможности прожить еще какое-то время? Мы можем говорить, что они лишились работы. Друзья мои, как здесь существует система адаптации и какой-то защитной силы иммунитета, так и здесь у нас с вами обязательно, я помню, да, когда наша бабушка у них там обязательно что-то лежала, и у мамы лежала, да, и у нас с вами это тоже тема и вивасанная финансовая культура. Скажите, пожалуйста, наверное, как сказать, не будем поднимать руки, но я надеюсь, что каждый из вас в этот сложный период прожил достойно, и теперь каждый из вас знает, что-либо каждый день, либо неделю, как раньше была десятина, мы начинаем с вами откладывать и, как сказать, увеличивать вот эту экономическую подушку. Все это делают, поднимаем руки, кто делает, кто не делает, задумайтесь об этом. Это тоже один из тех важных выводов, которые есть. Кто-то еще хочет поделиться, чтобы мы пошли дальше, что еще вам, понимаете, вот в предыдущей аудитории мы работали, и вы поделитесь, ведь это не простой был период, и он не просто так у вас прошел, и вы же его не просто проживали в своих страхах, вот мы сейчас все уже как бы вышли, пошли на реабилитацию, про что вы вышли, с каким опытом вы вышли, что из позитива нужно, и поменьше слушать всяких людей на день. Хорошо. Мне уже, вот это мне нравится, это мне нравится, то есть мы стали с вами разборчиво быть, знаете, бывает еда, да, никто из вас не будет есть тухлую рыбу, вот она прямо лежит, тухлая, воняет, там еще червячки, чувство нехорошо стало. Друзья мои, точно так же мы с вами получили массу совершенно вонючей информации, которую заглатывали, что называется, через уши, через нос, мы стали вот сейчас разборчиво, используйте ароматную информацию, то есть информация, которая, как вам сказать, вызывает вас на, я уж как говорю, вызывает действия определенные, правильные, и которая, как сказать, имеет, ну я бы сказала, вот даже сегодняшняя наша встреча, она должна иметь пользу. Почему в этих страхах паника? Потому что все то, что на нас с вами обрушилось, а тебе представляете, вот это все обрушилось, 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 мы это верили, верили, и потихоньку наша философия, скажем так, стала той клоакой, и стала той мышью, которая живет все и разложается. Поэтому, я еще раз вам говорю, в последний раз, больше не буду повторять, муха летит на определенный момент, да, а пчелка летит на цветочек. Так и мы с вами, мы имеем право избирательно относиться к той информации, которую получаете, а это тоже очень важно. И даже сегодня, когда мы ожидаем следующий период респиратурный, он совершенно нам не страшен, почему это сезонное заболевание. Я буду заниматься собой, как я расскажу, если я заболела, я знаю, что делать правильно, и в этом диапазоне я буду. А если все-таки мы подходим сюда, то согласитесь, сахарный диабет или сосудистая патология, она не приходит в один час. Для этого надо последние лет 10-15 позаниматься. Но если, почему я говорю, вы находитесь на территории, как сказать, в философии и в продуктах компании «Восан» последние 5-8 лет, а вы сказали, даже 3 года, да, это говорит о чем? У вас есть полная ресурсность иметь свое здоровье. Итак, переходим к этой замечательной теме. Вы встаете, сумочки свои оставьте. Так, хорошо, хорошо. Сейчас я хочу, у кого шею на стопах правильно, плечики расправили, очень хорошо. Значит, поставили перед собой руки все, прямо вот руки поставили. Вот на сегодняшний момент вот это состояние вашего здоровья. Правая рука, правая рука, это ваш иммунитет, а левая рука, это все те самые внешние агенты, это вся та инфекция, которая нас окружает, которая будет окружать всегда и сегодня, и завтра. По мере того, как у нас с вами падает иммунитет, правая рука пошла чуть-чуть вниз, и начинает тут же нарастать, что называется, наши враги, да, начинает инфекция, у нас увеличивается вот этот шаг. И по мере того, как шаг становится больше и больше, это говорит о чем? Правая рука ушла, то есть иммунитет все больше и больше падает, да, а левая рука все больше и больше нарастает инфекция, и вот этот шаг, это есть что иное, как те 6%. Как нам, что называется, не попасть в эти 6%, что надо делать? Мы снижаем с вами инфекцию, правильно, и поднимаем с вами иммунитет. Всем понятно? Вот это называется баланс, это называется гомеостаз. Теперь смотрите, что сейчас очень проблематично в нашем мире. Поставили вот эту вот ручку, агенда болезетворного инфекционного нет, а иммунитет, сахарный диабет, как вы думаете, будет снижать нашу иммунитет? Давайте, сильно опустите, не стесняйтесь. Сердечно-сосудистое потянет иммунитет, да, дальше хронический калитр. И вот мы с вами получили вот опять-таки вот этот шаг без инфекционного агента. Это называется не инфекционный сегодняшний именно болезни веков, которые составляют очень большой процент смертности. Вы чувствуете? Скажите, пожалуйста, из этого упражнения, что на первом месте важно для человека? Иммунитет. Присаживайтесь, пожалуйста. Хочешь изменить мир, меняйся сам. Пока мы с вами разбираем, какие ушки, какое брюшко, как выглядит этот замечательный коронавирус, каким их размером, обратите внимание, мы должны прежде всего понять, что в взаимодействии идет микрочастицы и макроорганизма, меня, и что со мной такое произошло, почему я стала благодарной и благодатной почвой для развития. Вспоминаем все классики жанра. Сказка «Три поросенка». У кого был самый крепкий домик? У которых был каменный, там ноф-нуф или ноф-наф. Теперь я могу вам сказать, кто на сегодняшний момент наиболее будет защищен от второй, от третьей, от четвертой, от пятой волны? Кто занимается иммунитетом? Кто вот здесь вот в Ивасане? Почему? Потому что вы должны понимать, медицина будет развиваться, мир будет развиваться, и мы с вами еще неоднократно услышим еще какую-то волну, еще будет. Понимаете, инфекций будет много. И только при наличии хорошей защиты, почему мы с вами, да, мы должны быть с вами, как я говорю, именно такая вот держава всесильная, я имею в виду каждого организма, только мой иммунитет будет говорить о том, что мне не это, не это, не страшно. Теперь возвращаемся по возрасту, вы сказали. Безусловно, с возрастом у нас раньше не было вот этой ценности здоровья. У нас не было даже как-то ценности завтрашнего дня, и более того, согласитесь, у нас не было особой даже культуры, я бы сказала, по отношению друг к другу. Но в моей жизни было, когда человек с явлением РЗ приходит на работу, а если еще, допустим, мы-то нет врача, а если кто-то в отделе работает, да, вот он пришел, всех заразил, успешно, удачно, тяжелая температура ушла домой, этот отдел тоже заболел, но он пришел, он герой, друзья мои, он никакой не герой, просто на сегодняшний момент я понимаю, что он не знал вот этих навыков, не надо распространять инфекцию, и вот сегодняшние маски, сегодняшние даже перчатки, они являются тем первым опытом, и я бы сказала, тем первым грамотным навыком, как себя вести на момент именно респираторного заболевания, то есть, когда инфекция передается воздушно-капельным путем, это правильно, это более чем правильно, все на себя нанесли, да, мы правильно с вами сделали, нанесите на девушку, потому что мы с вами получаем, то есть, чтобы вот, вы понимали, сегодняшние все, вот что нам дало это, обратить внимание, магазины стали чище, вы не заметили это, да, во-вторых, это маска, ну как сказать, да, как-то люди стали поинтеллигентнее, во всяком случае, не так ругаются, правда, это тоже, ну, или опять уже стали, то есть, есть какие-то положительные моменты, и вот у нас с вами на первом месте то, за что бьется вивасан, мы с вами говорим о наличии хорошего иммунитета, и второй момент, раз мы все-таки говорим о коронавирусе, то здесь особые есть маленькие такие вот изюминки, с которыми я с вами поделюсь, но они опять будут касаться вивасан, ровно 22 года назад компания Ивасан не просто пришла и заявила о первичной профилактике, что мы вообще с вами сейчас выполняем национальный проект, потому что этот период показал абсолютно, я бы сказала, беспомощной медицины в первичной профилактике, и абсолютно, но любую безграмотность населения, и вот именно сейчас вот это необходимо по жизненным показаниям делать, но второй момент, если вспоминать компанию Ивасан, ведь она первая, с какими продуктами вышла на рынок, компания Ивасан вышла именно с эфирными маслами, с эфирными маслами, что сейчас мы с вами делали, эфирные масла, мы с вами именно облагораживаем, что называется, именно тот воздух, ту среду, да, которую мы сейчас дышим, а теперь вам вопрос, скажите, пожалуйста, сколько может человек прожить без еды? 5 дней. Это кто у нас 5 дней? Это как-то месяц, месяц, правильно, да, человек без еды может прожить 30 дней, то есть, как вам сказать, не зря мы с вами собираем, собираем, у нас есть еще запасы, 30 дней, да, скажите, пожалуйста, сколько может прожить человек на сегодняшний момент без воды? 5 дней. Да что ж такое 5 дней? 5 дней, как-то вы себя ограничиваете, нет, 7-10 дней, 7-10 дней, да, это будет не самая качественная жизнь, но это все-таки жизнь уже будет. Скажите, пожалуйста, сколько может человек прожить у нас без сна? 5 дней, 5 дней, вот это вот вы попали, все-таки, вы знаете, как на ЕГЭ, все-таки там варианты ответа, 5 дней. И самый простой вопрос, и в то же самое время очень глубокий, сколько может человек прожить без дыхания? Ой, 5 минут, 5 минут, 5 минут, но я вас сейчас попрошу задерживать. 5 минут, сейчас не ясно. Значит, друзья мои, я вас огорчу, я вас огорчу, без дыхания, без дыхания, мы с вами можем прожить самое малое, это минуту, это правда. Правда, есть такие, как все специально обученные люди, их очень мало, они там, книги Гиннесса, это подводники, 22 минуты, но это, как раз, целую жизнь люди этим занимаются. Чтобы понять, что это правда, я могу сделать сейчас следующий маленький эксперимент. Вы сейчас спокойно сидите, сядьте ровненько, спокойно, и делаем таким образом. Вы сейчас дышите, вдох, выдох, вдох, выдох. Потом на последнем выдохе, выдох, вы задержите, пожалуйста, свое дыхание и просчитайте по себе, про себя, какое количество секунд вы сможете пробыть без последующего желания опять дыхнуть. То есть до полуобочного состояния доводить себя не надо, у вас возникнет это. Все готовы? Все готовы? Вдох, выдох, выдох и пошли. Все еще продолжают 30 минут. Нет, нет, 30 секунд. 30 секунд, потом уже. Запрашивай меня с анапцией. Правдивая. А я там же понимаю, что это самое. Значит, смотрите, у меня получилось 35. Что у вас получилось? 30. У вас что получилось? Да, у вас что получилось? Да. Ну, до минуты кто-то смог? Нет. Минутная, когда вдохнешь. Нет, это нет. Вы можете в интернете посмотреть, именно этот метод, он называется метод по бутылке. Это был такой величайший у нас именно ученый и медик практик. Именно критическая пауза. То есть на этот момент начинает наступать именно нарастать масса углекислого газа, и это называется наша с вами адаптация. Так вот, запомните, до 20 секунд, до 20 секунд, это критическая, такая вот именно, как сказать, пауза, критическое время, которое обязательно требует занятием, обращение к врачу, и опять-таки, первичная профилактика. То есть это тот же самый метод, что адаптация нарушена, надо заниматься. И это можно сразу перевести сюда в группу риска. Если мы с вами переходим от 20 до 30, это такая твердая троечка с плюсом, от 30 до 40, такая четверка с минусом, от 40 до 50, четверка с плюсом, и хорошо, одна минута. Вот это говорит о хорошей адаптации. Можете посмотреть на себя в интернете, но это очень важно, чтобы вы понимали, когда я вам сказала, сколько человек может прожить, да, без воздуха. А теперь смотрите, воздух сейчас, это единственное все то, что вам дается и мне дается абсолютно легко. Пищу надо найти, приготовить, съесть, воду надо будет налить, да, но сон у нас сам сморит, да, потому что, как бы на износе. А дышите вы постоянно. Почему? Потому что это тот самый, я бы сказала, божий дар, потому что вы получаете, кислород идет, постоянный газообмен, газообмен, да, мы получаем с вами кислород, но там все очень по-хитрому. Газообмен обязательно идет в присутствии углекислого газа, помните, да? Именно за счет кислорода все реакции, которые проходят, все то, что вы съели, чтобы окислить ваши белки, жиры, дать энергию от углеводов, это все происходит только в присутствии кислорода, который сначала у нас с вами попадает в систему легких, а потом уже через систему легких, он идет через кровеносные сосуды. То есть, когда мы говорим о именно дыхании, оно существует, легочное и тканевое. Нам обязательно не просто надо вдохнуть в легкие, он должен дойти до альбиол, это самое конечное, что называется, именно отделы легких. Здесь мы пока с вами, знаете, это идет такая, как сказать, логистика. Воздух должен поступать какой? Теплый, он должен поступать обязательно влажный, он должен обязательно поступать чистый, потому что здесь на уровне альбиола у нас с вами операционная. И здесь разработана целая система. У нас с вами здесь волосики, которые, знаете, грубые такие частицы задерживают. Здесь у нас с вами вот эти гайморные пазухи, это целая такая, знаете, как сказать, инженерия. Там созданы такие ходы, и получается, что когда поступает в воздух, он начинает делать такие турбулентные движения, за счет этого мгновенно здесь согревается, и плюс еще, если помните, по инерции, вот эти все мелкие частицы тоже разбрасываются. Более того, более того, здесь есть такая слизистая, она называется мерцательные петели. Мерцание, очень красивое такое, звездное начало. Почему? Потому что мельцательные петели, это такая клетка чудесная, она имеет свой вот такой вот хвостик защитный. И когда воздух проходит, то именно вот этот хвостик, очищая все ненужные частицы, обволакиваются, защищаются. На раннем этапе они все выделяются либо наружу, это как раз тот самый первый момент, когда, допустим, или коронавирус, или другая, это риновирусная инфекция, ее же надо как-то обратно удалить. Вот этот секрет, вот эти вот сопли, которые, это активная форма, что называется, очистки организма. А если это активная форма очистки, это увлажнение воздуха, вы должны пить воду? 100% вы должны пить воду, потому что без этого не отработать ни одна система. Сделайте два глотка, кто с водой. Второй момент. мы с вами очищаем, мы с вами увлажняем, это самое. Дальше становится тепло, и это все, главная задача, очистить тепленькое вазу, чтобы дошло здесь до альвеолы. Именно в альвеоле, здесь как нигде, у нас с вами происходит интимное такое, что называется, интимное взаимоотношение между легочной тканью и тоненьким-тоненькой стенкой сосудов. То есть вот здесь вот именно взаимоотношение между легочной системой и сердечно-сосудистой. Вообще альвеола – это такой пузырек, который наполненный кровью. Поэтому скажите мне, пожалуйста, система легких зависит от работы сердечно-сосудистой системы? Безусловно. Вспоминаем 6%. Вспоминаем ту же самую Италию. Что там получилось? Я не говорю о том, что были старики. Мы говорим о том, с каким сопутствующим грозом были эти люди. Дело не в возрасте, хотя с возрастом мы это набираем, да? Вот она, сердечно-сосудистая патология. Кстати, то же самое сахарный диабет, он также влияет на состояние крови. И вот именно вот эта система у нас с вами не срабатывает. А есть потом еще одна система. Это мы с вами кислород только отдали в кровеносный сосуд. Но нам надо еще донести до клетки, правильно? Потому что вот эти все окислительные процессы и энергию мы с вами проводим на уровне клетки. А у нас с вами еще и клетка зашлакована. Есть такой момент, как вы знаете, клетка сам очищается. Клетка желудка за какой период времени восстанавливается, кто знает. 2-9 дней у нас с вами происходит постоянное обновление слизистой желудка. до 4-х месяцев у нас с вами происходит обновление кровеносной системы. До года идет обновление со стороны печени. Поэтому все, кто пережил в свое время гепатиты любой теологии в течение года должны восстанавливаться. Теперь мы с вами узнали о том, что коронавирус сам по себе несет определенное осложнение фиброзы легких. Поэтому запомните, после перенесенной любой вирусной именно респираторной инфекции легкие надо будет восстанавливать в течение 3-6 месяцев. Так заработает система. Ее надо очищать. Причем надо очищать на уровне клетки. И скажите мне, пожалуйста, какой у нас с вами вратит новый удивительный продукт? Я считаю, что это просто как бы, знаете, как бы интуитивно. У Томаса, у нашего президента компании есть какая-то вот иногда интуитивная чутка на события. Есть такой продукт, он называется защита клетки. Кто из вас уже его пробовал? Молодцы. Кто о нем еще ничего не знает? Ой, как хорошо. Прямо для вас. Есть у меня здесь мои коллеги, врачи или медицинские работники. Да? Очень. Вы какой специальности? Я очень рада вас. Общей практике. Общей практике? Очень хорошо. Вы этот продукт знаете? Вы уже им пользуетесь? Я нет. Почему? А почему? Или вы считаете, что вы в другой группе? Нет, все нормально пока. Хорошо. 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 Да будут кастать ваши субъективные ощущения достоверно. Итак, смотрите, что мы с вами здесь имеем. Защита клетки, основной сырье пшеницы, а активное вещество спермидин. Почему так называется? Впервые это вещество было в виде розового это самое, получено из мужской спермы. Ну, как понимаете, вот эта клетка, это не только точно так же еще будет видеть очень подвижные, самая маленькая, самая подвижная клетка, которая есть в человеческом организме, это сперматозоид. Так вот, какой буйной энергии обладает эти клетки. И был выведен именно оттуда спермидина. Потом оказалось, что это вещество существует и в растениях, это существует, существует и в клетках животного мира, но самое большое количество находится в пшенице. И клетка, когда начинает восстанавливаться, в ней обязательно возникает, что называется, вторичное селье мусора. Но клетка наша с вами по своей молодости имеет вот эту способность аутофагии. Если в свое время, 100 лет назад, Илья Ильич Мечников говорил о фагоцитозе и первый понял тему иммунитета, то здесь мы с вами говорим, это в 2016 году была тоже Нобелевская премия, мы говорим об аутофагии. Это когда клетка может сама себя ощущать, именно очищать. Она сама как бы свой мусор скушает. Аутофагия. И, к сожалению, с течением возраста, а также с течением определенного набора наших с вами заболеваний, вот эта склонность очищать и делать генеральную уборку клетки становится все меньше, меньше и меньше. И вот сейчас найден тот самый продукт, причем, смотрите, удивительно как. Мы с вами говорим, на уровне БАДы. Это замечательное направление, биологически активные добавки к пище. То есть, мы с вами сейчас обогащаем все то питание, которое, к сожалению, не всегда совершенно. И это очень правильно. Так вот, появление этого продукта позволяет нам с вами усилить эффект очистки клетки. Как вы думаете, когда мы с вами говорим об иммунитете, момент зашлаковки клетки там есть 100%, когда мы говорим об этой группе, как вы думаете, вот этот препарат там бы работал 100%, когда мы говорим об этой группе, здесь он будет работать, и когда мы говорим здесь об этой группе, и нам с вами 20+, он точно так же будет работать. Причем профилактические, здесь у нас с вами идет профилактическая дозировка, согласна, это 2 капсулы в день. Здесь у нас с вами какая пойдет? Уже лечебная дозировка, это уже будет 4 капсулы в день, а здесь у нас с вами пойдет тоже лечебный, на реабилитацию тоже 4 капсулы в день. То есть мы с вами можем эту дозировку в зависимости от поставленной задачи увеличивать. И этот продукт номер один. Второй продукт, который я сегодня только оглашу, но это будет всем приятная новость, когда мы говорим вот именно об обеоле и вот об этих самых интимных отношениях с кровеносным сосудом, у нас был замечательный продукт Виварон, вы помните. Есть очень хорошая новость, и я считаю, что Виварон, если бы он и многим бы помог, потому что на сегодняшний момент проблема аспирина становится все выше и выше, скажем таким образом. До 40% пациентов, которые подлежат приему аспирина, имеют абсолютные к нему противопоказания. То есть с одной стороны им нельзя без препарата ржижающей крови, а с другой стороны нет аналогов. И слава богу, Виварон, вот запомните, я думаю, через 10 лет еще что-то, он обязательно тоже будет иметь Нобелевскую премию, потому что это незаменимый продукт, альтернатива аспирина. А теперь, если вспоминаю, когда мы говорили легкие, когда начинали лечить, вот этот опыт мы получили большим количеством нестероидных противоспалительных препаратов именно за счет группы аспирина, мы получили осложнение еще, как сказать, усугубление результата. То есть химические препараты подвели к ухудшению процесса. Вот это как раз опасность сегодняшнего аспирина, как и наших антибиотиков. Поэтому препарат, который мы с вами будем иметь, а он действительно Виварон, он сейчас идет в разработке только за счет того, что там поменяется сама именно новая упаковка. И эта экономичная упаковка позволит нам с вами уменьшить стоимость продукта и довести до каждого. Это будет очень здорово, я надеюсь, что до конца года это будет. А мы с вами опять возвращаемся, встаем, пожалуйста. Мы будем с вами работать. Итак, будем двигаться. Итак, вспоминаем, что у нас с вами есть чудесное здоровье. Вот у нас с вами баланс. Правильно? Баланс. Теперь мы с вами понимаем. Смотрите, когда говорим об инфекции, да, об инфекции, вот она у нас с вами нарастает, то, в принципе, здесь там может быть карамель, вирус, там, стопилополки, стриптополки и так далее, и так далее. Но он может развиваться только тогда, когда у нас с вами начинает страдать иммунная система. Значит, иммунная система, вспоминаем, сапог диабет пошел, да, сердечно-сосудистая пошла, неправильно питание пошло. Вот у нас с вами вот этот иммунитет. Я почему вам рассказываю? И его очень трудно поднять, согласитесь, да? А когда мы с вами говорим об инфекции, об инфекции, согласитесь, здесь все-таки достаточно легко. Почему присядьте? Даже в нашей компании, да, если вот сейчас рассматривать все-все-все, согласитесь, какие основные продукты у нас есть с антибактериальным противовирусным эффектом? Вот те, которые, кожные, косточки, косточки, совершенно верно. Вот это тот самый продукт, экстрагрифутовые косточки. Это я на сегодняшний момент, это очень хорошая фоноактива с химическим антибактериальным средством. За счет активного вещества на рентген, он воздействует на 800 штаммов видов. Здесь идут вирусы, здесь идут бактерии, здесь у нас с вами идут грибки, здесь у нас идут паразиты. То есть здесь используется огромный диапазон воздействий, за счет чего? Потому что на рентген блокирует чувствительность к аминокислот. То есть он как бы голодает эта микрофлора. То есть она здесь нету привыкания, это очень важно. И при правильном применении он нисколько не убивает вашу микрофлору. Это совершенно, но мы должны понимать, что всему свое время, если вы находитесь вот в этой ситуации, то, наверное, на одной косточке будет поздно. Мы с вами говорим, согласитесь, первичная профилактика. Вы сегодня приходите, пусть у нас домой, 5-7 капель, все выпьют. Все согласны, все согласны. То есть здесь это будет работать. Но чувствуете одноразово, или я вам предлагаю, допустим, по 3-5 капель, вы выходите в люди, как вам сказать, идет определенное общение. Здесь будет работать косточка, однозначно, но уже в другой дозировке, правильно? То есть мы с вами уже здесь рассматриваем по 5-10 капель в зависимости от вашего веса, в зависимости от тяжести, на сегодняшний момент состояния, да? И здесь будет более длительный прием. Здесь она будет работать, безусловно, будет работать. Здесь у нас с вами классическая медицина. Здесь мы с вами, что называется, желаем всем-всем-всем врачам, мы желаем всем медикам, которые вот в это трудное время были в этом эпицентре, потому что то на себя, как сказать, тяжесть, которую они взяли, ну это вот, ну это действительно пофиг, это правда. Я говорю о тех медиках, которые здесь были. Во-вторых, не забывайте, что все эти медики, они тоже были. И кто-то был сиристососудистый, кто-то был с сахарным диабетом, и кто-то был здесь, да? А второй момент еще, чтобы вы понимали. 21 век – это век команды. Героев одиночек не бывает. Даже мы с вами сейчас мощная команда. То же самое надо отнести к коронавирусу. Он такой, знаете, как бы генный паразит. Поступая в организм, который мы уже понимаем, почему-то мы создали условия для его развития, он вызывает на себя всю вторичную инфекцию. То есть, понимаете, он, скажем так, геносоциированная инфекция. Вторичные осложнения, которые идут от этого, как правило, там, грибковой пневмонии, это не надуло никому ветром. Это мы с вами все то, что я вам сказала, куда прилетела мушка. Вот это все то, что мы с вами внутри себя имели, коронавирус поднимает, и это начинает прогрессировать. То есть, вторичная вся инфекция, она начинает возникать за счет того, что у нас не только слабая иммунная система, но и за счет того, что мы с вами накормили ту микрофлору. Есть хорошее понятие кишечного генома, сейчас об этом все говорят. И вы знаете, что вы все состоите из клеток. Так вот, на одну вашу клетку приходится до 10 клеток, микробов, вирусов, паразитов. И поэтому вот именно то, что внутри вас живет, то в какой-то степени, скажем так, и диктует ваше поведение. Даже пищевые ваши на сегодняшний момент пристрастия, это есть не что иное, как призыв вашего кишечного генома. Поэтому я говорю, когда девушка сильно любит, и, что называется, не может отказаться от сладкого, первая тема, которая, это сразу, это наличие глистной инвазии и грибков. Поэтому, когда в очередной раз вы подтянете, что называется, к какой-нибудь пампушечке или к какому-нибудь шоколаду, запомните, вы начинаете в этот кормить, в этот момент вы кормите свои глисты, вы кормите свои паразиты, вы создаете ту самую микрофлору, на которую прилетит еще один гость, коронавирус. Поэтому для себя сейчас, учтите, мы должны четко понимать, когда даже говорим о всех наших методах, я вам расскажу, компания «Вивасан» всегда идет за здоровый образ жизни. Только что теплая, увлажненная должна быть именно, что называется, чистый воздух. Для этого мы с вами пьем воду. Второй момент. Мы с вами создаем, а теперь обратите внимание, почему я так пристально сейчас говорю по питанию, по сахару и так далее, и так далее. Когда создаются наши с вами системы на уровне развития, первый создается нервная трубка. Это центральная система, главный мозг, пошел спинной мозг и так далее, и так далее. Вторая трубка, из чего развивается человек, это возникает сердце-сосудистый. То есть идет такая трубка, потом сердце-сосуды. И очень интересно, возникает третья трубка. Третья трубка, она называется кишечная. Но по мере того, как она развивается из первичной клетки, от нее, что называется, отходят отдельные системы, и это наша с вами легочная система. Легочная. Она совершенно идентична кишечной, кишечной трубке. А теперь, кто у нас с вами занимается биопульсаром? Кто у нас есть биопульсарщики? Для вас совершенно полное рассоление. Чудесный носик, легкие, вот так вот легкие, и кишечник. Это единый меридиан. Помните, когда вы работаете? Да? И поэтому это единый меридиан, единая система. И если хоть где-то есть энергетический сбой, то мы с вами говорим, где потом надо поднимать систему. Скажите мне, пожалуйста, мы с вами долго работали с иммунитетом. Иммунитет правой рукой, не случайно по правой стороне идет, по стороне печени. Где у нас с вами, вспоминайте лекции предыдущие была, иммунитет 70% иммунных клеток, где наше лицо? Кишечник. Вот здесь наша с вами иммунная система. На сегодняшний момент пострадали легкие, да? Чем должны заниматься? А теперь могу вам сказать, легкие пострадали, в этот момент как шлюз, вот коронавирус, открывая все то, и вот вся та микрофлора, которая есть, она начинает у нас с вами воздействовать. Поэтому берегите как бы свою команду. 100 лет назад замечательный Илья Ильич Мечников сказал, необходимо дикую следу кишечника преобразовать в благородную команду, которая будет вам помогать. И поэтому сегодняшний момент, когда мы говорим о здоровье, когда мы говорим о возможностях вашего иммунитета, это та самая команда, которая внутри вас есть. Это ваша микрофлора, это очень важно. Это ваше правильное питание, потому что химии и вообще, как сказать, агрессивной едой, фастфудами, ведь это действительно есть вот эта пищевая культура, вы будете подкармливать определенную среду, те же самые глисты и паразиты. Правильная еда, она соответствует совершенно другой микрофлоре. Нормальная микрофлора всегда вам даст иммунитет, чтобы поддержать. Поэтому даже когда мы говорим, кто работает с детьми, у ребенка аденоиды, да, это у него идет, как сказать, раздражение лифоидного, именно, что называется, лифоидной ткани, и это косвенные признаки раздражения именно толстого кишечника. И до тех пор, пока вы не восстановите правильно микрофлору у этого ребеночка, вы никогда не справитесь с его аденоидами. Это все один и тот же меридиан, это единая система. Поэтому ухаживайте за своим желудочно-кишечным трактом, правильно питайтесь, принимайте воду. Это как раз как профилактика. И мы с вами получим совершенно уникальный ответ на легочную систему. Ухаживайте за своим сердцем, и мы с вами тоже, и отзовется все очень на легочную систему. И когда мы говорим про эти 6%, понимаете, вот, как сказать, это настолько, иммунная система уже не имела никаких возможностей. Эти тяжелые заболевания, о которых мы сейчас вот именно и говорили, почему я и держу сейчас защиту клетки, а сейчас становится нашей задачей номер один. Потому что мы все говорим про красивое долголетие. Мы все говорим о том, что человек может прожить 120 лет, но он должен прожить качественно. А если он должен прожить качественно, то у него не должно быть вот этих заболеваний. Потому что сахарный диабет может произойти в один день? Нет. Друзья мои, как сказать, патология сердечно-сосудистой системы может в один день? Нет. Все то, что в один день, это, как правило, генетика, это совершенно в раннем возрасте. А вот здесь, вот смотрите, нос, легкие и толстые кишечники. Вот у нас с вами прямая зависимость. Как мы с вами питаемся, как мы с вами пьем воду. Это же очень важно. И второй момент, как мы с вами поддерживаем нашу иммунную систему продуктами ГВАСАН. Продукты ГВАСАН на первом месте, конечно, я сразу показываю в Аромакс. Скажите, пожалуйста, у кого из сегодняшней группы удален опендикс? Замечательно, замечательно. Я не буду комментировать ничего. Но тем не менее, и последние разработки говорят о том, что если удален червяда, червяда обратно, у меня вторая лекция, поэтому буду за это, обратно, это косвенные признаки дисбактериоза. Это косвенные признаки того, что внутри вас дружественные, вот той самой, что называется, команды, которые будут вас защищать, не очень-то и есть. Поэтому Флоромакс для тех, у кого нет на сегодняшний момент, ну, по убедительным причинам, удалили аппендикс, каждые 7 дней месяца вы прямо проводите, что называется, неделя защиты моей микрофлоры. По 2 капсулы Флоромакса за 30 минут до обеда, вот с 1 по 6 день месяца. Вот это надо проводить обязательно. Почему? Потому что, к сожалению, считается, что аппендикс – это тот самый маленький такой детская ясеная группа, где у нас с вами продуцировать наши нормальные микрофлоры. Поэтому нет ни одного лишнего органа, который бы, как сказать, мы просто так удаляли. У Флоромаксу это обязательно. И поэтому, когда мы с вами говорим, казалось бы, о системе лёгких, но я говорю про осень, на осень, пожалуйста, занимайтесь тем, что мы сегодня восстанавливаем с вами микрофлоры кишечника. Следующий момент, когда мы с вами говорим о нашей зоне иммунитета. Под 2 капсулы. Под 2 капсулы. Под 2 капсулы. Скажите мне, пожалуйста, при первичной профилактике, как вы думаете, омега-3 форту, препарат это тоже? Да. Я думаю, что его даже не надо включать в первичную профилактику. Это жидно-необходимый мембран-стабилизирующий продукт, правильно? Который мы должны ежедневно получать, и он у нас не вырабатывается. Поэтому мы с вами рассматриваем не только вот эту группу первичную, мы рассматриваем даже то, как сказать, не надо, что пришёл коронавирус, я знаю, что нужно моей клетке. Обязательный продукт. Скажите мне, пожалуйста, когда мы с вами говорим о препарате бодрестно везде, сейчас я бы постойла с вами, скажем так, всё-таки лето, и мы имеем достаточно, как сказать, зелёная растительная еда, я думаю, что, ну, если мы полноценно питаемся, правильно, то витамины достаточно. А вот с 15 августа, помните, мы раньше всё время в безопасности наших детей готовим. С 15 августа, так как мы уже уходим в сентябрь, мы уже уходим с вами, возможно, вторую волну, уже витамины начинать можно. Согласны? Потому что на данном этапе мы начинаем уже себя готовить к определённым изменениям и испытаниям осны. Чем интересен продукт этот? 27 витаминов и минералов, то, что здесь у нас идёт, как русскулярное напыление по технологиям, и когда вы принимаете, это здесь суточное, одну капсулу внутрь, то постепенно расщепляются отдельно взятые вещества, то есть здесь нет минералов, и мы получаем с вами высокую биодоступность. Тем ещё интересен этот продукт, здесь есть, это самое, до 70% суточная дозировка йодистого калия. Это характерно и хорошо для всех, что называется районам. Единственное, что для людей, кто уже принимает с гипотириозным препаратом йодистого калия, тогда витамины пить нельзя, тогда надо принимать препараты антивозрастные вибобьюти. Когда мы говорим о сегодняшнем периоде и ожидаемой осени, вот, допустим, для меня самый любимый продукт, который я считаю и декларирую, это препарат зелёная часть, мятоперечный. Кто его принимает? Мама. А можете узнать, почему вы его принимаете? Какой-то? По показаниям вебру сары. По показаниям вебру сары. И всё, да? Ну, посмотрите. Но он и вкусный ещё. Да. Значит, смотрите. А какая самая хурящая страна в мире у нас? Япония. Япония. Причём в 45-м году Япония перенесла вот это, значит, такое, ялинное допрессение. И, в принципе, средняя продолжительность жизни у них после этого была 45 лет. Это очень большое, как сказать, количество онкологических проблем. На сегодняшний момент заболеваемость, а курящая страна, раком лёгких у них одна из самых низких. И средняя продолжительность жизни у них до 82 лет. И это, я могу сказать, одна из немногих стран, которая при приёме человека на работу, в его, что называется, в досьюризме, он должен написать, какие он принимает БАДы. Это говорит о том, насколько человек в качестве к себе относится. Вообще, я считаю, мир поменялся, мы с вами тоже меняемся. Нам очень важно, чтобы, как мы скажем, мы имели ответственность за свою здоровье и вообще-то качество жизни. Так вот это всё происходит. Почему? В Японии очень высокая культура приёма зелёного чая, действительно, как антиоксиданта. А что делает компания Иваса? Мы создаём не только зелёный чай, как антиоксидант, да, а смотрите, здесь ещё добавляется мята перечная. Это очень интересный продукт на жару, потому что, вы же понимаете, сегодняшние перепады – это очень сложная ситуация до кибертоников. Но мы говорим сегодня о лёгких. А здесь, смотрите, здесь витамины А, Е, С и, прежде всего, селен, сын и медь. И самое главное, что здесь у нас с вами селен. Именно селен способствует тому, что вот эти чудесные клетки у нас выводят тяжёлый металл, идёт именно очищение вот этой мокроты. И если говорить о таком, знаете, как вам сказать, именно продукты номер один на лёгкие, причём на все случаи, сюда, сюда и на реабилитацию, безусловно, пойдёт зелёный чай с мятой печной. В чём ещё есть вот такая особенность? Его можно принимать, начиная с 6-месячного возраста ребёнка, только надо немножко, то есть там никаких нет противопоказаний. И уже до самых, до самых 120 лет. Особенность препарата единственная какая, нет противопоказаний, но он немножко повышает давление, и поэтому для гипертоников вы уменьшаете визировку в два раза, если обычно идёт по одной и три раза в день, если человек склонен к гипертонии, то вы будете пить по одной, второй, три раза в день. Но на солнце, на радиацию, допустим, я работала в радиологии, я знаю, вот эти три дня идут с очень тяжёлым радиационным фоном, безусловно, я принимаю зелёный чай. Особенно женщины, которые склонны к пигментации, да, я буду говорить, что, возможно, как бы, безусловно, идёт гормональный фон, но пигментация на лице – это прямое показание принимать зелёный чай. Но мы сегодня говорим о лёгких. Следующий момент. В зелёном чае, безусловно, присутствует витамин С, а мы сейчас, как бы, с вами работаем с правой рукой. Как вы думаете, витамин С будет поднимать наш с вами иммунитет? Однозначно. Это, как сказать, вишня мантийская. Скажите мне, пожалуйста, это очень приятный продукт. Это пойдёт нашим с вами детям? Безусловно. Только дозировку соблюдайте, не увеличивайте. Следующий момент. Вот эта чудесная группа наших с вами сиропов. Люблю и обожаю. Причём, могу вам сказать, вот здесь вот со звездой у нас стоит новинка. Ну, новинка, наверное, как вам сказать. Она уже не новинка, но продукт и мультфит. Вот прямо вот здесь, пусть он вам запомнится. Как только вы чувствуете, что вы чем-то заболеваете, вам не здоровится, как только вы чувствуете, что правая рука иммунитет как-то, как сказать, несколько вас подводит, начинайте пить ему эфир. Что в нём интересного? Каков у него состав? Друзья мои, прежде всего здесь есть семьян, который способствует хорошему дренажу отхаркивающей момент. Здесь есть шалфей, это прекрасная санация вот как раз вот именно верхней дыхательной пути нашей с вами волны. Здесь есть еще нацея, которая со стороны иммуномодулирующей, а с другой стороны пастерицильная, противовирусная. Здесь есть замечательная бузина, и здесь есть шиповник. То есть это настолько мощная, я бы сказала, именно такая композиция, если вы вовремя начинаете. Понимаете, всё надо начинать вовремя, тогда мы с вами всегда имеем возможность вторичную инфекцию привести в лёгкую. По одной столовой ложке написано 2, начинайте 3 раза в день. И при этом мы с вами всё время встаём, встаём. И при этом мы всё время с вами работаем в балансе. То есть вот у нас с вами равновесие. Мы должны работать сегодня. Вот оно, равновесие, да? Вот это наша здоровая. Теперь смотрите, пошла вирусная инфекция. То есть пошла у нас с вами вверх левая рука, а иммунитет начинает нас подводить. Вот оно всё. Значит, что мы с вами делаем? Правая рука пошла вверх. То есть начинаем принимать иммунфит, зелёный чай. Правильно, ацеролу принимаем. А здесь что? Пьём косточку. Пьём с вами что? Чайное дерево. У вас абсолютно есть. Присаживайте диапазон. Я хочу, чтобы у вас была мышечная память, и вы понимали, что такое здоровье. Это томеостаз, это баланс. Это баланс, как только вышли, опять-таки, вращаемся обратно. Второй момент. Пожалуйста, кто у вас ещё не пробовал летом, это швейцарский чай, это наша чудесная бузина. Летом, когда жарко, вы её можете растворять чудесным образом в холодной воде. Если у нас с вами, как сказать, прохладная или холодная зима, горячее совершенно делайте напиток. А если лето, и ещё к лету в этот напиток добавить для себя несколько капель косточки, то вы получаете удивительный напиток, который, для женщины очень важно, убирает неприятный запах, если вы потеете. Это актуально, потому что он убирает микрофлора. Но самое главное, это жаропонижающие, это у нас с вами патагонные средства, это средства с мягким диэротическим эффектом, это у нас с вами иммуномоделирующий эффект. Запомните эти все продукты, посмотрите, какой диапазон. Поэтому я почему вам рассказываю? Быть здесь и здесь вы абсолютно обязаны. Нельзя в одну ночь сюда прийти, ну нельзя, это невозможно. Так не бывает, потому что есть философия, есть динамика процесса, она всегда есть. Ну и, конечно, здесь, к сожалению, у вас этого уже нету, но песню я все-таки спою. Маринга, кто из вас уже это понимал? Маринга, ясно, как красиво. Маринга, это такое красивое азиатское в Индии растение, именно в пустыне. Мне еще очень нравится, какого сырья это дырнута. Это растение, оно еще называется дерево жизни, потому что в Индии используются плоди, кора, древесины, листочки, используются почки, цветочки и так далее, и так далее. У нас в Маринге здесь используются именно листва. Она обладает совершенно уникальным, как белковым составом, она обладает уникальным составом своим витамином. И в то же самое время здесь идет тоже отхарпивающий эффект. И мы с вами еще получаем вот этот иммуномоделирующий. Но получается такая, знаете, как бы суперкомпозиция. Сюда еще компания добавляет именно аронию, добавляет черноклодную рябину. А что такое черноклодная рябина? Снижаем сахар, мы с вами, как раз, работаем с сердечно-сосудистой системой, работаем с щитовидной железой. И если мы говорим с вами об иммунфите, как бы вот здесь, да, и ограничим его. Почему? Потому что хиноцесс выше четырех недель не пьется. А смотрите, как интересно. Марин Гарония придет сюда, чувствуете какое-то недомогание? Марин Гарония может быть здесь, и Марин Гарония может быть здесь. И начиная с 6-летнего возраста, ребенка, пожалуйста. И смотрите, как акватор, читовидная железа, гипертония, сахарный диабет. Чувствуйте, вот вокруг этих 6%. Я просто хочу сказать, что давайте пусть не будет этих 6%, пусть один оставит, потому что статистика все равно есть. Но мы можем это тоже изменить, не только вот это оставить. Вот это вот как бы наш с вами такой вот момент. Говорим о легких, и здесь, конечно, вот эти удивительные, все начинала компания, пришла на рынок с эфирными маслами. Это было первое, что. Почему эфирные масла, я считаю, что это проведение компании Вивасан? Потому что сейчас, что у нас с вами еще не отняли, но загадили, а можно сами это сделать, да? Слава Богу, еще воздух в бутылках не подается. Сейчас выйдете, прям дышитесь больше, пока сегодня еще воздух ваш. Но тем не менее, экология, но тем не менее, как сказать, те же самые машины, то есть то, что мы в воздух сейчас совершенно другой. Он, как сказать, особенно курильщики, там токсическое воздействие идет, настолько тяжело, до 40% мы теряем с вами легкие. И если я не могу отвечать за всю планету, хотя хочется иногда, движение зеленых надо с вами отрегулировать, то, как бы, Серафим Саровский, хочется изменить мир, меняйся сам. И вот мы пришли на рынок с эфирными маслами, которые первые, вот у нас чудесный носик, первые начинают изменять именно то, что мы позволяем себе вдыхать. Вот этот самый сегодня подарок от компании Вивасан, Мамма-Мия, который вы нанесли, мы облагородили тот воздух, даже мы выдыхали, я могу сказать, мы не облагородили, когда мы выдыхали, все подряд было, но благодаря вот этому именно Мамма-Мия, благодаря этому спрею на основе эфирных масел, мы с вами улучшаем тканевый иммунитет, вот той самой, что называется, мерцательной петели, мерцание, потому что она с волосками все время чистит. Представляете, какие труженики вообще слизистые в нашем организме. Понимаете, это есть даже такое выражение, это я ленивый, а на клетчатом уровне я очень работоспособна. Так вот именно здесь, вот это совершенно рабочие клетки, которым надо помогать. И то, что компания вышла на рынок с эфирными маслами, особенно сейчас. Мы как раз с вами прямо подошли к самому святой святых, это наш с вами воздух и дыхательная система. Через масла, масла бактерицидно обладает связь, вы же знаете, противовирусные. Масла с вами по себе за счет того, что обладает и раздражает наше обонятельное центро. Вы же помните, обоняние один из признаков того, что мы с вами переболели. Плюс еще именно через обоняние, через эфирные масла мы подходим к лимбической системе, у нас возникает отличное настроение. И Томас Бютер сегодня, опять я его цитирую, можете представить? Он до, он не знал, о том, что будет вот такая, что называется, испытательная ситуация на планете, был создан еще и выпущен удивительный продукт респира. Дыши свободно. Помните, у кого-то идет респираторное заболевание, как-то звучит грустно, а у нас с вами есть композиция респира. Дыши свободно. Именно благодаря этим маслам у нас улучшается с вами дренаж, у нас с вами идет свободное дыхание, мы с вами повышаем клетчий иммунитет. Поэтому респира тоже должна быть у каждого. Вот все композиции. Я полон сил. Причем вы можете их как? Через аромолампы, через кулоны, через, что называется, можете сухие ингаляции, там, или холодные ингаляции. Но самое главное, мне очень нравится. Допустим, я езжу, мне нравится мама мел, есть у нас с вами еще композиция расслабься. Совершенно незаменима для каждого из вас. Или же у вас сумочки, скажем так, это уже не идет, это более трансдермальная терапия. То есть мы ведение активного вещества через кожу, да, в проекции. Но мы можем с вами использовать бальзам и, как вы понимаете, наши уникальные масла, ой, крема, трансдермальная терапия. Здесь уже мы не только идем на зону проекции, а самое главное, что начинаем с вами работать с легкими. Понимаете, что крем без она? А-а-а, вот отлично, отбивайте себя вверх. Красиво получилось? Но, что идет именно крема. Крем оживлений полезен, у кого высокое давление, он будет снижать. А крем тимьян полезен тем, у кого низкое давление. Чудесные крема, которые тоже будут работать вот здесь. Погласны? Вот здесь. Вот здесь. А даже, может быть, иногда здесь, если у нас, допустим, здесь вообще-то идет классическая медицина. Итак, мы с вами рассмотрели БАДы. Я не затронула здесь ни венок, но, тем не менее, потому что вы о нем все знаете. Заболевание свыше 6 месяцев всегда имеет алтиномный процент и имеет алтиномный компонент. Ни венок. Мы с вами что еще здесь не рассмотрели, а мне кажется, все. Поэтому, друзья мои, подведем итог. Первый момент, что мы с вами соблюдаем питание, исключаем сахар. Обязательно в питание добавляем 20 грамм сливочного масла. Это нужно для общей структуры. Второй момент, пьем воду. В период заболевания пьем обязательно теплую воду. Начинаем спать в 10 часов, желательно, особенно для женщин. Начинаем делать дыхательные упражнения. Это может быть Стрельникова, это может быть доктор Шишонет, это может быть просто, это самое, вы начинаете делать зарядку. Или ходьба. Это я вам рекомендую. По компанию Ивасан. Все помните ваш баланс, знаете, как работать с инфекцией. А самое главное, занимайтесь своим иммунитетом, чтобы благодаря Ивасану вот этот процент 6 мы с вами довели до одного. А может быть вообще у нас вторичная профилактика, и я, давайте сделаем здесь 90%. Почему нет? Можем мы это сделать. А среди Ивасанова вообще 100% первичная профилактика. Закончится моя чудесная декция. Я тоже очень довольна. Есть чудесные книжки. Я вам все рассказывала, что есть в этих книгах. Поэтому я вам желаю, чтобы они у вас все были. Потому что надо когда-то вернуться. Здесь есть новые продукты, артишок, хабин. У кого нет этих книг? У вас только, да? Хорошо. Это я прямо рекомендую, потому что сегодня был познавательный, тоже обучающий курс. Я вам все рассказала, со всем поделилась. Если у вас какие-то вопросы, 5 минут на ответы. И можете поделиться, что нового вам дала эта встреча. Мы просто с вами все повторили, вы все знаете. Доктор, коллега, можно вы какое-то резюме подведете? Классный ход. Поднять, посадить, внимание. Все, пока уже все встали, подвинулись. Внимание снова. Да. И самое главное, нет, давайте скажем откровенно. И вы врач, и я врач. Я бьюсь за какого пациента? Мне важно пациент, который хочет быть здоровым. Я люблю образованную пациента. Но давайте скажем, ну пусть коронавирус, завтра еще что-нибудь придумаем, еще. Он прилетит. Но какая мне разница, если у меня хороший иммунитет? И я знаю как. И если я буду вот здесь. Согласитесь? А как легко врачам будет работать, если мы все с вами будем заниматься своим здоровьем? И как близким вашим будет хорошо. Правда? Ну это просто здорово. И вас сам, как сказать, действительно, это национальный проект. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Всем, значит, скажите, что у вас в аптечке не хватает? У меня много не хватает. Ну первое, что точно знаете вам надо? Иммунфит. Молодец. И косточка. Есть? Иммунфит и косточка, за помощь, потому что. Отлично. Что у вашей аптечки не хватает? У меня все есть. Отлично. Все, что у вашей не хватает, все есть. Что узнали для себя нового, что не знали? А что вспомнили сегодня? Ну вот что при аппендиците, у кого нет, пить флорамакс. Да. И не делайте. Каждые семьи. Не получается. Да. И по две капсулы? Да. Там как нет? По две капсулы за 30 минут до обеда. Один раз день. За 30 минут до обеда? Один раз день. Один раз день. При первом, при основной... При приеме пищи, да. Да. А просто отзывай филактики, как часто надо? Ну, понимаете, профилактика вы имеете в виду как по кишечнику? Ну что кишечник нормальный? Ой, это надо прийти на Биапусар и провести чистую. Потому что, когда вы говорите про филактика, то здесь надо привести системные. Тут надо артишок добавить, косточку и флорамакс. Тогда будет изумительно. Это просто здесь акцент, нет этого окна. Что вам дало эта встреча? В принципе, я, наверное, повторила для себя все то, что я уже знала. Интересно было действительно, что это вот эта прям вот копилочку полезности добавила. Очень. И мне бы вот еще хотелось спросить, по-моему, по поводу эмунфита и сверхможжевелек. Да. Я, например, со своими детьми мне очень понравится можжевелек. Я вот это безумно просто люблю. И в качестве филактики, и в качестве заболеваю. И почему-то вот я не оценила эмунфит. Я не знаю, с чем это связано. Я могу вам сказать, мы все взаимозаменяемы. Кто-то любит больше, кто-то любит окружку. Это совершенно верно. То есть вы пошли, можжевелек чудесный, и он, самое главное, он более еще экономичен. Его хватает на три месяца. Дети очень любят скашу. Это да, и с легким хорошо. А бузина? А? И бузина. Понимаете, в чем дело? Здесь очень хороший момент. Все, кто свыше пяти лет в компании «Ивасан», свыше пяти лет, у нас уже возникает дуэтивное взаимоотношение с продуктом. И вы уже чувствуете. Поэтому я могу сказать, кто-то любит это. Это и нет о том, что продукт плохой. Это просто говорит, ну, понимаете, вот вам идет это платье, и все, и вы молодец, и вы его оденете. Так и здесь, подбирайте то, что идет под вас. Это наш друг. Вот это как раз та наша команда, и здесь не страшно, это благородная среда. Я вам привет от Ильи Ильича Немечникова. Вот так вот. Есть еще вопросы? Пожелания? Кому-то, как сказать, осень встречаем весело, встречаем смело и занимаемся своими делами. Вот я о кого-то слышу. Вы понимаете, ветер веет, караван идет. Это правда. Вот тогда. Хорошо, все, спасибо вам огромное. И слова, которые я однажды прочитала, может быть, кому-то интересно. Более 100 лет назад такой ученый-изобретатель, дома следит. Да, да. Лапочку изобретал. Он сказал, врач будущего не будет прописывать лекарства. Он пробудет при интересах пациента к своему здоровью и научит предотвращать болезни. Ольга Владимировна, мы вас очень благодарим, что вы у нас уже настоящий врач. И удовольствие у нас настоящего. Вот мы пришли в это будущее. Спасибо вам, что вы приехали. Заехали, не забываете, Воронеж. Ой, я люблю вас. Это было вам рад сказать. Ну, зато хорошо. Я сейчас подготовлю хорошую лекцию по дыханию. Мне она нравится. Дыхательная система, там такие же слова. Но обещаю, что в августе, может быть, мы не увидимся этим. По функции, надо идти по функции, понимаете? Знаешь, функции все будет. А так вот дышите, ухаживайте за собой. Любите друг друга. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Здесь все написано. Это чудесные книги. И они, как сказать, в некоторых городах дефицитные. До свидания. Это чудесные книги. Ну, спасибо. 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 Продолжение следует...